Здравствуйте, уважаемые соотечники! Сегодня понедельник и мы живем как бы в новой реальности. Всем известно, что карантин продлен до конца апреля. И очень много протестов звучат в нашей стране. Люди не знают, что делать, не знают, как выжить. И вы знаете, что нынешнее правительство с трудом справляется даже с минимальными задачами, которые они же сами перед собой и поставили. А в частности, выплатить какой-то части населения 42 500 тенге. И сейчас очень многие наши граждане спрашивают у меня, что же нам делать. То есть, по сути дела, я думаю, что основная часть населения прекрасно понимает, что этот режим, он не то чтобы не справляется с теми вызовами, которые сейчас существуют перед нашей страной, он в принципе никуда не гонит, этот режим. Мы его называем режимом Назарбаева. И многие меня спрашивают, что же все-таки, что за режим, почему мы должны от него избавляться, вообще как все это изменить. Ну, если его отквалифицировать простыми словами, мы все прекрасно знаем, что режим Назарбаев представляет собой такую систему, когда кучка из его окружения, это акимы разного уровня, собственно, сам Назарбаев по главе, рядом с ним его приближенные, зятья его родственники, могут безнаказанно воровать миллиарды долларов вниз. Эта коррумпированная система так выстраивает, что те воруют миллионы, миллиарды тенге уже, если он ворует миллиарды, они миллиарды долларов, а они воруют миллиарды тенге и миллионы тенге, в зависимости от уровня вот этой вертикальной коррумпированной. И вот, собственно, эта шайка снизу доверху, построенную султаном Назарбаевым, таким образом, чтобы она безнаказанно совершала свои преступления. И, собственно, эта кровеносная система, весь его чиновочный аппарат, на который он опирается. Вот, собственно, вся система. То есть народ стоит сбоку, и нынешний как раз кризис окончательно и глубоко обнажил эту политическую систему. И, конечно же, основная часть населения понимает, что при этой системе нельзя жить. И задают вопросы, а что же делать? Что делать дальше? Да, мы поняли, что все плохо. Да, кризис обнажил не только то, что наше здравоохранение лежит на боку, что наше образование, что система, так называемая, отцифровки, это интернет, телекоммуникации, наша полиция. То есть все на дне. Это уже всем понятно. И возникает вопрос, что же сделать так, чтобы в конце концов это закончилось. В этой связи, я думаю, что есть смысл сейчас проговорить те самые шаги. И мы, если эти шаги будем делать, то наступит конец этой лживой политической системе. Но для этого мы должны квалифицировать, что режим преступный, мафиозный. Мы уже в самом начале разговора осознали и поняли, в чем суть. Это режим Назарбаева, который может безнаказанно воровать у государства, у граждан. Им за это ничего не будет. Вот, собственно, именно поэтому мы должны избавиться от этой политической системы. Но обратите внимание, что совсем недавно министры этого режима, они, когда, как Назарбаев считал, они совершают ошибки или проваливают свою работу, они всегда просили прощения именно у Назарбаева. Не было ни одного случая, чтобы эти министры обращались к народу, приносили извинения. А сейчас вы слышите, вот министр труда заявил, что вот приносит свои извинения, что вот система плохо работала, что вот их подвели какие-то другие ведомства. Но тем не менее, там якобы свыше миллиона человек получили эти ничтожные 42 тысяч тенге, что дальше будет лучше. И как бы пошла модель извинения. До этого извинялся министр здравоохранения Бертанов, когда Такаев заявил, что якобы врачи, стоящие на острие, на рисках по развитию коронавируса, они будут вознаграждены. И озвучил разные тарифы. Выясняется, что эти врачи на самом деле ничего не получают. Или получают совсем ничтожные средства. Совсем не те, о которых были озвучены Такаев. Более того, мы видим возмущение в Ахтубе, своего рода такие выступления большого количества врачей. Мы видим в Мангистау, в Алмате, во всех регионах страны врачи жалуются и говорят, что где-то их сокращают, где-то отправляют трудовые отпуска, где-то вообще ничего не платят. Потом заявляют, что вообще этот вопрос принимает, кому что платить, главный врач поликлиники и все прочее. То есть мы видим, что врачи были правы, как и раньше учителя, когда правительство Назарбаев сейчас заявляет о повышении, заработных плат, о неких вознаграждениях сразу прозвучали слова, что история показывает, что пока эта сумма дойдет, она уменьшится во много раз или вообще не заплатит. То есть система таким образом построена, чтобы люди ничего не получили за свой труд. Собственно, мы это сейчас видим. И вот обратите внимание, что врачи, которые стоят на стрие, если заболевший, как режим утверждает, около 1000 человек, более 200 человек зараженных эти врачи. То есть вот они. 20% это только то, что мы знаем официально. Вы же понимаете, что реальная реальность во много раз хуже. Это то, что попало в средства массовой информации. И что мы слышим? Мы слышим, что санитарный врач Айзат Малдегасимова говорит, что врачи недооценивают опасность, не понимают риски и все прочее. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что не существует стандартного протокола, как с точки зрения предохранения самих врачей, персонала, так и нет стандартного протокола лечения людей. Но представьте себе, все, что мы слышим, мы слышим это на уровне крупных городов. Алма-Ата, Ахтубе, другие какие-то крупные города, в Астане. Но вы представляете, что происходит в регионах? Там, по сути дела, врачи находятся в рабском положении. Если в крупных городах сейчас врачи начали протестовать, то мы вообще не слышим, что происходит в регионах, небольших городах, районных центрах и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что их просто глушат. Их просто глушат и давит. И никакого серьезного вознаграждения эти врачи не получают. Хотя они находятся именно действительно на острее. Мы озвучивали, что необходимо всем врачам, всем работникам в этой сфере, даже охранникам и водителям, необходимо выплачивать минимум по 50 тысяч тенге. Всем. И тогда не нужно переводить зону принятия решения, ответственность на главного врача поликлиники. Не будет коррупции. И все. То есть выплачивается всем. И таким образом, хоть какая-то помощь, в реальности врачи работают круглыми сутками, теряют свое здоровье. И вы видите, более 200 человек, они сами заразились и заражали своих пациентов. И мы понимаем, это просто факт показывает, что нет у нас в стране медицины. Сейчас это правительство собирает деньги, так называемое медицинское страхование и все прочее. Но вы понимаете, там собирают средства от людей в ту медицину, которая реально не будет оказывать серьезные медицинские услуги. Вот, по сути дела, на ваших глазах это провал. Провал в сфере медицины. И те извинения, которые сейчас мы слышим от министров, я думаю, что о многом говорят. То есть эта власть прекрасно понимает, что сейчас по всей стране вызревают протесты, конфликты. И если министр вдруг начинает хором приносить извинения народу, то есть вы должны понимать, что нынешний режим, лиценду Султана Назарбаева, в страхе, они панически напуганы. Ну и вот, собственно, поэтому вы слышите вот такие извинения. Ну а как принимаются такие решения, что вот министры такие должны извиниться. Ну собирается вот эта кучка, Токаев, Калим Масимов там и премьер-министры, их несколько человек. Они вырабатывают свое поведение, как они будут позиционироваться. Потом раз в какой-то период докладывают Назарбаеву, говорят, вот, ну сам еще надо извиниться перед людьми, таким образом снять накал, надо вот срочно вот такие-то меры сделать. Ну вы же понимаете, что Назарбаев недееспособный. Он просто кивает головой или просто по телефону говорит «хорошо». Вот, собственно, вот такое сейчас недееспособное Такаев, недееспособное правительство. И ничего не стоит эти извинения. Почему? Потому что должны быть действия, должны быть решения. Вы должны реально почувствовать на себе, что действительно это правительство помогает народу. Этого нет. Но что мы видим еще параллельно? Мы видим, что очень большую активность развила полиция, которая управляется Комитетом национальной безопасности. Вы посмотрите, какое давление идет на активистов. Вот Асхаджик Сибаев, он один из лидеров партии Куще, просто пошел в магазин. И в ближайшем магазине не было того, что он хотел приобрести. Его закрыли на пять суток. И такое давление идет повсеместно. Режим использует ситуацию с карантином, чтобы преследовать именно тех активных людей, которые известны в обществе. Но при этом вы посмотрите, тысячи человек по всей стране стояли в очередях благодаря самой власти, не могли получить по 42 тысяч тенге. И кто-нибудь из власти за это наказан? Они своими руками нарушают режим. И при этом получается, что на улице выгоняют тысячи людей, которые рискуют своим здоровьем, и никто несет ответственности. А люди, которые просто пошли в магазин, если это активист, то сразу попадают под удары, их сразу загоняют административные нарушения, квалифицируют и сажают в тюрьму на пять суток. Видите, что происходит? То есть, почему это делает режим? На самом деле Назарбаев и его ближайшее окружение понимает, что ситуация накаляется. Они прекрасно понимают, что сейчас по стране будут тельные локальные конфликты. Вы видели, там какие-то драки произошли, здесь какой-то протест. И в итоге, за счет беспомощных действий правительства, все к итоге приведет к тому, что по всей стране будут разные конфликты формироваться. и режим опасается, что вот какие-то известные знаковые активисты, они могут по сути дела управлять этими протестами. Именно поэтому происходит то, что этих людей задерживают, к ним приходят домой полиция, им угрожают, придумывают штрафы и так далее. Что мы должны делать, уважаемые друзья? Мы все прекрасно понимаем, что скоро нарастать. Мы сейчас должны поддержать активистов. Я хочу проинформировать вас, что после наших обращений к вам чат активист ДВК резко стал нарастать. Если где-то дней 20 назад чат активист ДВК было порядка 19 тысяч участников, то сегодня я уже видел, по-моему, около 47 тысяч, 47 с половиной по-моему, тысяч. Только в четверг на прошлой неделе, буквально несколько дней назад, когда я проводил прямые эфиры в чате активист ДВК, было всего лишь уже 31 тысяч. И вот за какие-то 4-4 дня чат увеличился больше, чем на 15 тысяч человек. Вы понимаете, что на самом деле это ядро протеста, это те люди, которые уже осознали четко в смене этого политического строя. Они знают наши программы, знают наши цели и задачи, эти люди, которые готовы бороться против режима. И вы все прекрасно понимаете, что противников режима миллионы. И сейчас стоит задача, чтобы власть была перехвачена народом, мирно, спокойно, без каких-либо эксцессов. Но бездействие со стороны правительства будет формировать тельные локальные пожары. и я думаю, что есть большая вероятность, что эти пожары могут привести просто к силовому сносу режима, как я говорил, не только этих людей, а вместе с их дворцами. Наша задача добиться смены режима мирным путем, чтобы никаких эксцессов не было, мы должны просто взять массы. эта масса будет организована по всем регионам страны, не просто в Алма-Ате и Астане, чего больше всего боялся и боится режим, а именно по всем регионам. Ситуация с развитием коронавируса, с безработицей, с неумением управлять этой властью привела к тому, что по сути дела их действий затронули все общество целом, всю страну. И сейчас протестное настроение активно развивается во всех более-менее крупных городах страны и не только городах. И поэтому наша задача управлять этим протестом. Мы создали чат активистов ДВК, мы создали региональные чаты и по сути дела мы можем сегментировать например активистов в Алма-Ате, в Астане, в Шимкенте и других городах. Когда в том или ином городе мы собираем таких активистов тысячами и они уже сейчас есть, то при ситуации, когда в каждом регионе есть десятки и сотни лидеров, вы должны понимать, что тогда мы можем управлять этими протестами благодаря сбитой команде в каждом регионе. Поэтому сейчас когда оказывают давление на тех или иных гражданских активистов, вы должны понимать, что это происходит только потому, что именно публичных активистов не так много. Их десятки, где-то сотни. Выходят люди разными челленджами. Нам сейчас важно найти тех активистов, которые завтра будут управлять нашей страной. В городах, регионах они будут депутатами маслехатов, они будут акимами районов, они будут акимами населенных пунктов, акимами областей. именно эти люди сейчас мы видим, возьмут власть в свои руки по всей стране. И для этой цели как раз существует информационная платформа, которая объединяет тех людей, которые поддерживают наши цели и задачи. И вот на платформе Telegram активист ДВК у нас есть все механизмы, каким образом будут развиваться события. Они описаны, как будет выстраиваться временное правительство, каким образом активисты, собрав тысячи людей в том или ином городе, фактически произведут смену местной власти. Это произойдет по всем городам. Когда завтра придет во власть временное правительство сроком на полгода, мы будем опираться на вас, уважаемые активисты, на вас, которые будут поддерживать порядок в каждом городе нашей страны. Власть не должна выпасть куда-то вбок какие-то непонятные руки. Власть должна попасть в руки тех людей, которые понимают четко, куда мы двигаем страну. Наша цель построить демократическое государство. Наша цель построить крутую страну. Наша цель объединить всю нацию. Наша цель не позволить каким-то силам просто крушить магазины или устраивать беспорядки. Наша цель объединиться методично, занять все органы власти на местах. Поэтому очень важно, чрезвычайно важно, чтобы сейчас активистов публичных было много, чтобы вы выступали не только с обращениями, пользуясь тем, что сейчас карантин, вы можете в интернете выступать с какими-то обращениями, выступать челленджами, развивать те идеи, которые мы выдвинули по самым разным вопросам. Важно, чтобы вас сейчас знала страна, региональных лидеров, их должно быть десятки и сотни, не один лидер, как Назарбаев, так называемый лидер, десятки и сотни по всей стране в каждом регионе. Эту цель формирует именно наш чат, активисты ДВК, создает возможность, потому что мы в этом чате объединяемся, знаем, что делаем, поэтому, уважаемые друзья, будьте активными. Сегодня вас почти 50 тысяч в чате активисты ДВК, я уверен, что скоро мы быстро такими темпами наберем 100 тысяч человек, только в центральном чате, есть еще региональные, и мы будем собирать команды, активный групп по всем городам, мы должны в итоге выбрать лидеров на разные позиции, когда во власть придет временное правительство, все решения будут временно выпускаться до полугода декретами временного правительства, значит, декретами временного правительства мы будем назначать акимов городов, областей, районов и так далее, нашей стране нужны новые лидеры, новые лидеры, которые думают о будущем нашей страны, поэтому уважаемые друзья, я призываю вас, тех, кто уже зашел в чат активист, кто боится зайти в чат активист, идите на чат движения партии Коще, там тоже я сегодня смотрел, уже 35 тысяч собралось, буквально неделю назад было 16 тысяч, удвоился, почти 35 тысяч, 33 или 34, поэтому у нас есть платформа и вы должны понимать, что мы все эти репрессии, которые режим сейчас осуществляет, можем остановить массовой поддержкой, во-первых, мы должны потребовать от режима освободить всех тех, которых режим закрыл в тюрьму, политических заключенных, в принципе требовать амнистии, потому что эти люди сейчас заболеют в тюрьмах и там огромное количество людей просто посажено в тюрьму, сфабрикованные разными уголовными дела или посажены за незначительные так называемые преступления, и мы сейчас используя вот эту информационную платформу чат телеграм-активист или партию Куще должны фактически сформировать большую команду лидеров, публичных политиков, поэтому не бойтесь становиться публичными, выходите, выходите с выступлением, пишите посты, объединяйтесь, и таким образом мы должны дать сигнал обществу, что есть тысячи новых людей, которые перехватят власть и построят достойную страну, вот куда мы должны сейчас идти и действовать, что еще нужно делать, я все время говорю о создании ячейк, что такое ячейки, ячейка это ваши сторонники, 3-5 человек, и вы можете сейчас зарегистрироваться не под своими именами, чтобы режим не мог вас преследовать, механизм в этом чате весь описан, и именно эти ячейки будут завтра выводить людей на массовые митинги, именно эти ячейки будут выводить за собой людей, завтра будут приходить во власть, именно эти ячейки будут подготовлены во всех отношениях, в идеологическом, как действовать, как взаимодействовать с полицией, как перетянуть на свою сторону полицию, военных, наработан огромный пласт информации, механизмов, и все это есть в нашем чате активист ДВК. Уважаемые друзья, поэтому я обращаюсь к вам за поддержкой тех активистов, которые сейчас находятся под давлением, лучший способ еще поддержки ваша активность. Чем больше вас будет, когда вас будет тысячи, а на каждого активиста сейчас режим бросает минимум по 6 полицейских, вы понимаете, что они выдохнутся сразу. Мы должны распределить это давление режима на большое количество активистов, тогда они просто прекратят оказывать давление на небольшую группу людей, которые сейчас известны и публично известны. Я хотел бы сказать следующее. Мы сейчас видим, как наши лидеры становятся сильными, публичными, получают поддержку и наши люди видят, что сила есть, она мобилизуется и собирается. И меня все спрашивают, хорошо, мы заходим в чат активистов ДВК, мы заходим на чат партию Коще, мы регистрируемся, мы создаем ячейки. Дальше спрашивают, когда? Хочу сказать следующее. Как только завершится карантин, мы через неделю объявим дату митинга. И в этот раз у нас должна быть уже другая ситуация. Мы объявляли митинги, последний был 1 марта, до этого были митинги, и вы знаете, что митинги не были многотысячными. Даже если бы на эти митинги пришло всего 10 тысяч человек, это тоже недостаточно. Для смены режима нужно не менее 3-5 процентов от общего количества жителей, проживающих в том или ином городе. Значит, в Астане около 50 тысяч, в Алматы около 100 тысяч человек. Например, потому что в Алматы живет свыше двух миллионов, в Астане свыше миллиона. Вот приблизительно такое количество людей, когда мы выведем в разных городах, вся власть перейдет под контроль общества, и мы это в состоянии сделать. Итак, как только карантин завершится, если власть объявит, что карантин завершается к 1 маю, то есть плюс одна неделя мы объявим о новой дате. И в этот момент вы все, которые еще вчера сомневались, а сегодня прозрели, мы будем вас приглашать объединиться, выйти на митинги, и мы выведем многотысячную массу на эти протесты. На этих протестах будут наши активисты, которые знают, что делать. Мы не позволим никакого мародерства, беспорядков. Все те, кто переживает, а что же будет дальше, вы должны знать, есть политическая сила, демократические выборы Казахстана, есть информационная платформа, присоединяйтесь, участвуйте вместе с нами в строительстве нового общества, нового Казахстана. Меня также спрашивают, как будет ситуация развиваться, когда режим будет сменен, сможет ли организация наши демократические выборы Казахстана исполнит все те программы, которые мы озвучили. Я хочу сказать, что эти программы, они будут исполнены, потому что у нашей страны огромные резервы. Да, цены на нефть упали, еще упадут, возможно, скорее всего упадут. Да, национальная валюта ослабла, но, как я говорил, в нашей стране миллиарды долларов распиливаются ежегодно. В государственных компаниях, типа Самрук Казана политической верхушкой, гигантские активы сосредоточены в их руках и огромные ресурсы, возможности есть в нашей стране. Они есть сейчас, даже при низких ценах на нефть. Я когда был министром в 98-99 годах, цена на нефть была 9,5 долларов за баррель. 9,5. И мы тогда добились тем не менее роста экономики. Это в условиях, когда я работал как министр, у меня были суженные полномочия, все равно нам не давали возможность действовать быстро, энергично, даже в тех условиях удавалось немало сделать. сейчас, когда общество проснулось, когда есть гражданская инициатива, когда есть политическая организация демократический выбор Казахстана, когда у основной части населения раскрыты глаза, мы понимаем, что это преступная власть, мы понимаем, что делать, как действовать, куда двигаться. Я думаю, что уважаемые друзья, в этих условиях мы уверенно, уверенно реализуем все программы ДВК, все программы озвученные ДВК, как по строительству жилья, так по списанию кредитов, по потребительским, ипотечным. Масса программ, которые мы озвучили, они будут безусловно реализованы, потому что в масштабах страны суммы, которые пойдут на реализацию этих программ, незначительны. поэтому когда в мае мы озвучим, что необходимо выйти массово на митинг и добиться смены режима, вы должны знать, что мы обладаем всеми возможностями организационными, материальными, для того, чтобы завтра прекратить тот беспредел, тот страх, то беспокойство, в конце концов голод многих семей, которые на данный момент есть в нашей стране, мы в кратчайшие сроки эти вопросы отрегулируем, в кратчайшие, вы увидите, дело в том, что у меня таких примеров моего опыта в жизни было много, когда я пришел руководить в 97-м году энергосистемой страны, чтобы вы понимали, тогда мне было 33 года, я пришел в разруху, когда люди не получали заработную плату полтора года, а региональные где-то до года, но в целом полтора года люди не получали заработную плату, энергетики это хорошо помнят, когда свет в городе Кентау подавался всего лишь на 3 часа, когда люди прижимали себе грелки, успевали на короткое время подогреть горячую воду, потом спали с этой грелкой, я думаю, что многие из вас помнят, что был хаос, и мне удалось стабилизировать ситуацию буквально за 3 месяца, за 3 и потом провести кратчайшие сроки реформы, это казалось невероятным, понимаете, вся эта политическая верхушка во главе с Носултаном Назарбаевым, они считали, что там все безнадежно, всю энергосистему, которую я руководил, собирались передать в управление швейцарской группе АББ за 5 миллионов долларов, когда эти линии стоили миллиард долларов, буквально через полгода международный аудит показал, что эти линии стоят полтора миллиарда долларов, собирались отдать за 5 миллионов долларов, понимаете, то есть здесь мне удалось собрать команду, сплотить старые кадры, кадров у нас достаточно, в энергосистеме я был поражен, какие у нас квалифицированные люди, которые по сути дела талантливые, этот режим просто не дает и не давал работать, у нас много талантных людей во всех отраслях экономики, и вот все энергетики, которые сейчас работают в КИГОКе, в энергосистеме, на электрических станциях подтвердят, реформы были сделаны в кратчайшие сроки, через 9 месяцев нашу энергосистему никто не мог узнать, приезжали руководители энергосистем России и других стран и говорили, сколько лет вы на это потратили, я говорил 9 месяцев, они говорили, это нереально, это невозможно, это говорит не просто о способностях наших людей, это безусловно, это главная ценность, это наши люди, это говорит о возможностях нашей страны, о наших возможностях, у нашей страны гигантские возможности, просто это бездарное руководство во главе с Нурсултаном Назарбаевым, все профукало, и мы сейчас по истечении 30 лет просим несчастность 42 тысяч тенге, радуемся, говорим, о, наконец, нам поступили 42 тысяч тенге, вы представляете, что происходит в богатейшей стране мира, богатейшей стране мира, совсем недавно, в начале двухтысячных, у нас действительно была одна из сильнейших ведущих банковских систем, как минимум, в странах бывшего Советского Союза, он ее разгромил, ограбил, присвоил, и так происходит везде, поэтому, уважаемые друзья, я знаю, многие из вас сейчас в отчаянии, напуганы, не знают, что сделать, не знают, как дальше жить, надо просто обедняться, нам надо просто обедниться, зайти в чат активист ДВК, я знаю, что в нашей стране очень много талантливых и способных людей, я знаю, что они видят, что делают у себя в регионе, в городе, в тольной отрасли, у нас много талантливых людей, поверьте мне, я знаю многих, мы справимся с этой ситуацией, просто, сейчас нам нужно обедниться, чтобы мы могли совместно действовать, мы должны обедниться, чтобы построить действительно ту самую страну, которую мы хотим, потому что есть разные люди, которые хотят что-то другое построить, мы должны обедниться именно те, которые хотят построить крутейшую страну мира, мы можем, у нас такие возможности есть, потому что такие страны, как Арабские Эмираты, в 60-х годах только вообще узнали, что такое нефть, были песок и море, бедуины, а в 60-х годах Казахстан был развитым государством, но где мы и где эти страны, они далеко ушли вперед, поэтому, уважаемые друзья, когда кто-то из вас в отчаянии, мы должны понимать, это результат политики Нурсултана Назарбаева, во-первых, во-вторых, не надо отчаиваться, мы знаем, как из этого выйти, как бы не было тяжело в мире, мир выйдет, потому что там за любой властью, как в Соединенных Штатах Америки, Европы, стоит народ, народ их контролирует, ведет, влияет, воздействует, и политическая верхушка, она назначается, избирается народом, именно поэтому они делают то, чему вы сейчас завидуете, говорите, о, Германия так делает, какая у них хорошая власть, вот, в Америке, всем раздали, по несколько тысяч долларов, какая хорошая власть, там, в первую очередь, хороший народ, именно поэтому, руководители этих стран, как вы говорите, хорошие, именно поэтому, мы завидуем им, чтобы нам завидовали, нужно сделать, совсем немного, нам нужно просто, объединиться, и, когда в мае, мы объявим митинг, выйти тысячами, не несколько тысяч, а тысячами, так что, уважаемые друзья, скоро мы объявим массовый митинг, объединяйтесь, действуем, действуем, эта власть напугана, помогаем нашим активистам, защищаем их, и чтобы нас было тысячи, сотни, распределить это, так называемое, давление полиции, а полиция неизбежно перейдет нас в сторону народа, в мае, мы объявим митинг. Алга, Казахстан.